Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хотелось бы поговорить и вспомнить такие истории из военном. Продолжая нашу тему об армейских историях, сказках, сказаниях, рассказах, хотелось бы вспомнить об одном человеке, он из моей учебы в военном училище. Не всегда преподавательский состав на 100% состоит из военных кадровых. Дело в том, что есть предметы обучения, такие как, к примеру, философия, психология, педагогика, есть военная криминалистика или вообще криминалистика как таковая. Есть ряд предметов, допустим, невоенного направления, ранга и уровня, и преподают их невоенные люди, или люди их называют пиджаками. Вот у нас был такой преподаватель своего рода пиджак, который преподавал предмет философия. Почему невоенные? Потому что по разводу проходят, к примеру, ситуацию с разводом. Команды подают первая шеренга шакша огни, вторая тоже. То есть, ну, чисто военный человек, который хотя бы чуть-чуть понимает в уставе, что такое устав, и правильность подачи команд распоряжения, то есть он поймет, что это юмор своего рода. Или, к примеру, мы приходили, сдавали зачет по философии, для того, чтобы взвод хорошо сдал зачет, именно по предмету философии. Мы ставили ему большой самовар, клали туда два лимона, и в чайной большую булку с повидлом. Преподаватель, он просто рассказывал, что мы бывало, говорит, студенческие годы, и дали, говорит, по несколько булок с повидлом. Вот мы ему булку с повидлом, лимон, и, как говорится, вспоминайте, товарищ подполковник, студенческие годы. Вот это хороший преподаватель, очень грамотный человек в своем направлении, то есть в своей профессии, в своем предмете он состоялся на, наверное, более чем 100%. Почему? Потому что умение преподнести философию или донести данный предмет, это очень сложный предмет на самом деле. Многие пытаются его замылить, но на самом деле философия очень сложный предмет, ее нужно понять, да, есть понятие отрицания-отрицания, то есть отрицалово-отрицалово, есть еще раз направление, различные философии, но надо просто для того, чтобы грамотно донести свой предмет, свой предмет, нужно его знать, и вот данный человек его знал.